Корнхолл, Джакала, Кульбута, Новус, Дженга – в игры с такими необычными названиями играют участники клуба «Лотос». Еженедельно молодые люди собираются в молодежном центре и оттачивают меткость, сноровку, внимательность и логическое мышление. Игры специально адаптированы для людей с ОВЗ и инвалидностью. Проект инклюзивный тимбилдинг «Особая лига» стал победителем в конкурсе на предоставление субсидий социально значимым некоммерческим организациям «Сарова». Этот проект, инклюзивный тимбилдинг «Особая лига», он рассчитан на то, чтобы ребята овладели как раз навыками настольных спортивных адаптивных игр, для того, чтобы развивать себя в этом направлении, то есть приобщаться к здоровому образу жизни, так как игры, они способствуют развитию логического мышления, мелкой моторики, всем мыслительным процессам. То есть здесь нужно не просто, например, забить шар, а подумать, в какую лузу это лучше сделать, чтобы набрать большее количество очков. Проект разработали педагоги молодежного центра совместно с НКО «Молодежь Сарова». Проект стартовал с сентября. Участники начали с теории, изучили историю развития игр и их правила. Теперь ребята с удовольствием собираются и играют вместе. В процессе игры они поддерживают друг друга, помогают товарищам, у которых что-то не получается. Так участники становятся ближе и дружнее. Мы сегодня играли в такие игры, как «Корнхолл», «Джакала», «Кульбута», «Дженгу» и собирали куб из деревяшек. Больше всего мне, пожалуй, нравится «Джакала». Что это такое, что там надо было делать? Это забивать фишки в ворота. В рамках проекта команда планирует участвовать в онлайн-чемпионатах по настольным спортивным играм и проводить очные турниры для всех желающих. У клуба «Лотос» есть и другие хорошие новости. Руководитель Екатерина Неконорова вошла в список грантовых амбассадоров Нижегородской области. Конкурс названия грантовых амбассадоров проводил молодежный центр «Высота». К участию привлекали победителей и активных участников грантовых конкурсов разных уровней. Задача амбассадоров – вот эту идею социального проектирования развивать, для того, чтобы как можно больше молодых людей, они втягивались в социальное проектирование, разрабатывали проекты. Ведь это очень важно, чтобы наши молодые люди, наши старшие школьники, студенты, они, являясь частью социума, частью нашего общества, задумывались над тем, как можно помочь другим людям. А это можно сделать с помощью проектов. Теперь Екатерина Неконорова будет помогать новичкам разрабатывать и создавать социальные проекты. Грантовые амбассадоры пройдут обучение и будут делиться своим опытом, рассказывать, как можно принять участие в грантовых конкурсах, чтобы воплотить в жизнь различные проекты. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.